Зал детского дома культуры «Родник» с трудом вместил всех пришедших на собрание собственников ЖСК «ТЭМП» на повестке дня отчет правления выбора председателей ревизионной комиссии. Коммунальные услуги очень дорогие. У нас в начале года очень повысили коммунальные услуги почти в два раза. Потому что хотят смены председателя все люди. Почему? Видимо, плохо себя зарекомендовала она на своей должности. Впервые в поле зрения нашей съемочной группы жилищно-строительный кооператив «ТЭМП» попал минувшей зимой. Выставленные за отопление счета оказались у кого в два, у кого в четыре раза больше прошлогодних. Председатель, не оповестив жителей, решила выставлять счета за отопление по реальному потреблению. Они ежемесячно равными долями. Сейчас полномочия председателя Елены Максимовой закончились. Мне бы больше хотелось задать такой вопрос нашим членам правления. Да, я председатель и работаю на протяжении шести с половиной лет. И очень хотелось бы узнать сейчас у нашего правления, кто вообще чем мне помогал. И почему все задачи, все было поставлено только перед одним человеком, председателем ЖСК. Почему члены правления на все мои просьбы помочь всегда отвечали отказом. Я с ней очень много, будем так говорить, ругалась. Писала заявление, чтобы она провела правление. Никто меня не слышал. Череда взаимных упреков и выяснений финансовых нюансов продолжалась долго. Результат собрания – избрание нового председателя. Им стала Елена Саратова. Ей предстоит решать не только текущие вопросы, но и разобраться с застарелыми проблемами. В настоящее время имеется решение арбитражного суда Московской области от 25 июня 2019 года о взыскании с ЖСК «Темп» в пользу МУП «Теплосеть» за должности, за оказанные услуги в сумме свыше 20 миллионов рублей. Если новое руководство ЖСК «Темп» в ближайшее время не предпримет действенных мер по взысканию дебиторской задолженности, то исполнительный лист с решением суда будет конкурсным управляющим МУП «Теплосеть» направлен в банк. Тогда счет могут заблокировать, и кооперативу будет проблематично вести свою хозяйственную деятельность. Ситуация на контроле в районной администрации и у депутатов округа. Мы будем работать, соответственно, с выбором жителей. Но очень много вопросов, именно связанных с благоустройством и так далее. Мы поэтому предлагаем жителям перейти на другую форму управления и выбрать другой способ управления своим фондом жилым. А именно, чтобы управлял жилым фондом наше муниципальное предприятие МУП. Будем следить за развитием событий. Оксана Мирошникова, Михаил Кирсанов, Антон Каврижных. Программа «События».